Всем привет! Вот здесь разбираю, вернее не разбираю, а пытаюсь снять зубчатую шестерню с коленвала двигателя ВАЗ-2111. Стоит этот двигатель на автомобиле ВАЗ-2110. И он настолько здесь приржавел к своему месту, я уже здесь что только не делал. И поливал ВД-шкой, и прокручивал, вставлял отвертку с той стороны между масляным насосом, это же корпус масляного насоса, это шестерня, между корпусом масляного насоса и этой шестерню. Подстукивал. Уже, короче говоря, потерял я здесь уже часа два минимум. И так, и эдак. Пошел, посмотрел в интернете, что люди делают. Значит, и других вариантов нет, кроме того, как просто ее разрушить. Ну, сейчас вот посмотрим, что у нас получится. Разрушение шестерни, да, разрушение мифа. Насмотрелся на этом канале, они высверливают вот этот штифт, который держит шкив большой коленвала, где зубчатый венец. И напротив, вот здесь вот напротив, вот здесь вот сверлят еще два отверстия, ну, видимо, где шпонка находится. Потом поворачивают его в нужном месте, в нужное положение, и колотят. Сейчас посмотрим. Сейчас я постараюсь накернить. Вон там я накернил один, и сейчас второй накерню. Вот здесь, здесь. Попробую сверлить. Вставил я сверло в свою дрель. Ну, наверное, сверло на два с половиной, может, на два, не мерил. Короче, тонкая. Да, легко, да не совсем. Немножко длинноватая. Укоротил я сверло, чтобы меньше его колбасило. Вот, смотрите, два отверстия я просверлил сверлом, наверное, на три потолще взял сверло, то тонкое было тупое. Вот. Они насквозь, как бы, как узнал. А вот так вот, смотрите, вниз наливаю. Воды 40, и он, оно там капает, выливается. Видите? Ну, то есть, насквозь просверлено. Теперь моя задача просверлить более крупным сверлом. Ну, например, на пять. Одел я, вернее, вставил сверло на семь. Сейчас вот это отверстие верхнее попробую на семь. Металл мягкий. Такое ощущение, что она дюралевая. Сгорает ВД-шка. Боюсь испортить камеру, выключу. Потом включу. Вот видите, у меня получилось, как одно отверстие большое, другое маленькое. Надо было немножко подальше отступать. Не рассчитал. Ну, можно, в принципе, еще сейчас одно просверлить. Просверлил в это же отверстие. Легко прошел в него. Видите, как соединил. Ну, вот надо теперь, как бы, еще снаружи им соединить. И вот там, вверху, где штифт, сейчас я вниз поверну эту шестерню, коленвал, и высверлю там. Вот видите, засада. Сверло сломал я маленькое. Ну, что сделаешь? Издержки производства. Сверлил прямо вот в этот вот тоненький буртик. Ну, видать, закусило. Много зашло туда. Но, тем не менее, я просверлил. Там намного все ослаблено. Теперь надо где-то с обратной стороны. Ну, желательно будет в этом месте. Можно вот здесь вот. Посмотрим сейчас, как штифт будет вылазить. Сейчас заверну вот этот болтик. Опущу коленвал. И пробую. У меня поршневая новая. Слышите, как шипит? Это поддона нет из-за этого. Ну, сейчас попробую. Попробую с этим штифтом разобраться. Пробуем. Что-то штифт не очень. Так, пока не просверлил. Сразу начал сверлом на 7. То есть, не тоненьким не сверлил. Одно отверстие готово. Теперь нам надо еще одно. Чтобы совсем ослабить, как говорится. Попробуем. Попробуем вот здесь вот это сделать. Ну, вот, с двух сторон просверлил я. Тоненькие такие перешейки остались. С одной стороны и с другой. Сейчас попробую все это раздолбить зубилом. Вот так вот повернул, как мне удобно. Сверху, чтобы можно было подлезть мощной отверткой. Вот этой вот. Вот видите, тут торец отвертки металлический. Сейчас я попробую лупануть. Не знаю, получится. Вот так вот, видите, я наставил отвертку. Сейчас я с той стороны ее немножко тресну. Как получится, запись не знаю. Но буду пробовать. Да, ударять, конечно, размаха нет. Размаха нету! Попробую осколок этого сверла вытащить. Размаха нету. Вот так ударить, что ли? Здесь. Вон она уже, можно сказать, поехала. Ой-ой-ой, упала. Видно, что шестерина двинулась. Оп-оп-оп. Сейчас откручу болт. Чтоб лучше видеть ее. Длинная зараза. Болт. Вон она уже болтается. Видите? Уже болтается. Ну, сейчас попробую ее методом клина снять. Вот, вот. Не ходи, зараза. Сразу не захотела выйти. Пришлось... Пришлось тебя портить, дорогая. Вот, вот она. Металл не очень крепкий. Уже говорил про это. Сверлился легко. Возможно, даже этой дюраль. Не хочет, зараза. Так, одна половина вывалилась. Вторая. Да. Тут все, конечно, в ржавчине. Может быть, бы постояло пару суток. Хрен знает. Ну вот, что и требовалось доказать. Здесь я ничего не повредил. Все отлично. Главное, что здесь не повредил. Вот один кусок. А второй туда в яму улетел. Вот так вот. Снял я шестерню в этот раз. Первый раз в жизни вот так снял, между прочим. Все-таки мне стало интересно. Вот это у меня магнит. А вот кусок шестерни. Вон, видите? Магнитит. Магнитит. То есть, металл-то какой-то, ну, надо сказать, мягкий. Может быть, специальный. Почитать про него надо, что за металл здесь. И вот, смотрите, снял я. Не зря. Видите, здесь в маслице так хорошо все. Сейчас буду чистить. И устанавливать сальник. Вытаскивать старый. Для тех, кому интересно, кто будет снимать вот таким же способом шестерню, им же нужно знать, сколько, какая толщина этой стенки. Потому что, если сильно далеко сверлить, можно и насос просверлить. Вот. Ширина в месте, где я сверлил, 13 миллиметров. А по верхнему краю, где зубья. 22 миллиметра. Ну, мы вывернили. В основном будет, я уже просверлил. Будете сверлить где 13 миллиметров. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...